Правдивое странствие Джона Смита Глава 19 Джон Смит – первый американец Джон Смит с детства стремился к славе военного и исследованиям неизведанных земель. Это привело его в Трансильванию, Турцию, Россию, Африку и Америку. В Трансильвании он был взят в плен крымскими татарами, продан в рабство и переправлен в Северное Приазовье. Бежавший из плена и нашедший спасение в русской сторожевой крепости на Дону, Смит затем побывал в Африке и в составе британской экспедиции в 1607 году попал в Новый Свет, где основал Джеймстаун – первое постоянное английское поселение в Северной Америке. Правдивое странствие, приключения и наблюдения капитана Джона Смита в Европе, Азии, Африке и Америке с 1593 по 1629 год от Рождества Христова были опубликованы в Лондоне в 1630 году. Это повествование изложено от третьего лица. Приводим полный перевод этого произведения, впервые опубликованного на русском языке в 2023 году. Свешников. Правдивое странствие Джона Смита. Курск. Издательство «Университетская книга. 2023 год». Читает Николай Свешников. Глава 19. Удивительное открытие и исследование португальцев в Африке. За 150 лет португальцы снискали себе славу в тех краях, где в поисках прохода в Ост-Индию первыми исследовали западное побережье Африки, от самого пролива Гибралтар вокруг мыса Доброй Надежды, до Персидского залива и оттуда вдоль всего азиатского побережья до Малугских островов. Покорили разные великие королевства, создали многие общины, построили множество больших и сильных городов. И где они только не побывали ради торговли или войны. Нет, не настолько далеко, как Каба-Верде или Сьерра-Леоне, но они рассеяны по многим заливам или рекам, где есть условия для восстановления сил и хоть какой-нибудь торговли. Особенно золотом. Живят там среди этих черных, со временем благодаря своей хитрости они, по-видимому, прижились среди них. Что же до Канарских островов, то у них прекрасные города, множество деревень и многие тысячи богатых всякими товарами людей. Благородный португалец Ордонарда Лопес в 1578 году от Рождества Христова, погрузившись на корабль для торговли с Конго, где он к своей выгоде узнал, что король сильно притеснялся своими врагами, нашел способ привести португальцев ему на помощь. Он распространил там христианскую веру и провел большую часть своей жизни, приводя эти страны под корону Португалии, что он описывал следующим образом. Королевство Конго составляет около 600 миль в диаметре во всех направлениях. Главный город называется Сан-Сальвадор. Лежащий, так это было, в центре этого королевства и находящийся на чрезвычайно высокой горе в 150 милях от моря. Очень плодородный, с населением более чем 100 тысяч человек. Из него отличный выход ко всем равнинным странам в округе. Хорошо снабжен водой, всем там сейчас заправляют португальцы. Хотя их по сравнению с черными просто горстка. У них в изобилии разные сорта мяса и фруктов. Королевство разделено на пять провинций. А именно Бамба, Сунди, Панго, Батта и Пемба. Но главной является Бамба. Им может выставить 400 тысяч воинов. Во всех этих провинциях разводят удивительных размеров слонов. Некоторые рассказывают, что тени могут становиться на колени или ложиться. Но они могут делать и то, и другое. А также использовать свои суставы, как другие животные. Своими передними ногами они могут запрыгивать на деревья, чтобы пригнуть большие ветки вниз. Они очень сильны и могут сотрясать большие деревья какао ради плодов и пригибать взрослые деревья вниз своими бивнями, чтобы добраться до листьев, которые они едят. А также питаются осокой, высокой травой, орехами какао и ягодами и тому подобным. Своими хоботами они подносят пищу к рту и пережевывают своими меньшими зубами. В большинстве этих провинций множество богатых копий. Но черные противятся тому, чтобы португальцы их разрабатывали. Королевство Ангола очень густонаселенное и богатое залежами серебра, меди и многих других металлов. Оно изобилует всеми видами пищи и разными породами скота. Но из всех видов мяса больше всего им нравятся собачьи. У них мало одежды и нет оружия. Луки, стрелы и дубинки – вот их оружие. Но против этих орудий португальцы хорошо вооружены и ежегодно покупают у черных более 5000 рабов. Многие из них чрезвычайно хорошо сложены. Анчоокс – наиболее воинственное племя, но и самое странное из них. Их оружие – короткие и маленькие луки, обтянутые различных цветов змеиной кожей, и настолько гладкие, что можно подумать, что они сделаны из цельного дерева. Это придает им большую силу. Их тетива сплетена из маленьких прутиков, но крайне прочная и гибкая. Они выпускают свои короткие стрелы с невероятной скоростью. У них короткие латунные топоры. Для мечей они используют медь. Они очень преданные и верные, и крайне простые, но все же деятельные. По скалам они перемещаются подобно козам. Они торгуют с нубией, конго, заломач, что представляет собой вид небольших моллюсков, прекрасного лазурного цвета, самцов и самок. Но самок они ценят как более чистых. Они определяют для них разные расценки, так как те разнообразных видов. Они используют их в качестве монет для покупок и продаж, подобно тому, как мы используем золото и серебро. Во всех этих странах у них также больше нет никаких других денег, за которые они продавали бы бивни слонов. А за рабов дают соль, шелк, льняную одежду, стеклянные бусы и тому подобные португальские изделия. Они делают обрезания и с детства метят свои лица разными малыми порезами. У них в мясных лавках человеческое мясо, как если бы это была говядина или другая провизия. Но в то же время они не могут создать хороший рынок для продажи рабов. Они захватывают врагов, убивают и таким образом продают. Некоторые настолько уверенные в себе, что показывая, насколько они презирают смерть, предлагают своему князю и друзьям самих себя и рабов на эту мясобойню. И хотя во многих племенах в Америке и Азии поедают своих противников, но только эти известны таким сумасшествием, что также едят своих рабов и друзей. У них так много вероисповеданий и идолов, сколько существует племен и людей. Но большую часть их посвящений занимает дьявол, которого эти черные описывают как белого, а все святые у них только черные. Но помимо этих великих королевств Конго, Анголы, Азичи, в этих малоизведанных землях есть королевства Ланго, Матания, Бутуа, Сафола, Мозамбик, Керода, остров Сент-Лоренс, Мамбаса, Малинда, империя Мономатопа, Манимуги и земля Пресвитера и Анна, с которыми у них что-то вроде торговли. У них сходные обряды, обычаи, погода, температура и товары. Также есть большие озера, которые можно было бы назвать морями, и высокие горы разного вида, некоторые из которых опалены жарой, некоторые покрыты снегом. Горы Солнца, также горы Луны, некоторые из кристаллов, некоторые из железа, некоторые из серебра и горы из золота, происходящие от реки Нил. Также есть разные породы скота, рыб, птиц, странных зверей и чудовищных змей. А Африка всегда считалась плодовитой матерью этих ужасных тварей, которые встречаются у мест для водопоя, которые не что иное, как пруды в пустынных местах. От такой жары и крайностей погоды в этой земле они рождают странные выводки и производят на свет невероятных чудовищ. Обо всем этом можно почитать в истории некого Эдуарда Лопеса, переведенный в 1597 году на английский Авраамом Хартфеллом и посвященный владыке, архиепископу Кентерберийскому Иоанну. Но благодаря тому, что описания эти в основном касаются распространения христианства среди язычников усилиями доброго бедного священника, который сначала посвятил христианство знатного человека, затем короля и остальную знать отослал множество священников и украшений в Португалию с чествованием этих новоиспеченных христиан с такой торжественностью, что произошло удивительное. Эти бедные черные восхищались ими как богами, пока священники не разбогатели настолько, что был прислан епископ для надзора над ними, чего те терпеть не желали в силу того, что это угрожало всей их присвоенной уже до этого добычи, которая могла быть перераспределена. Но чтобы не беспокоить вас слишком долго такими уходами в сторону и неясностями, давайте вернемся снова в Берберию, где закончились войны и Беферрис захватил Марокко и сокровища своего отца. Между ними завязалась новая ссора и Мулисидан собрал армию против него, а затем взял в плен своего брата Беферриса. Но увидев, что вместо военных действий среди этих лживых варварских мавров царят беззаконие, обман, предательство и кровавое убийство, Смит, Смирхамом и остальными на борту корабля вернулись в Сафе для продолжения своих морских исследований. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова